Алексей, а скажите, вот о немце, они же говорили, что мы не готовы давать первыми танки, пусть сначала американцы дадут Абрамсы, тогда мы вот дадим тоже. Сейчас, если Польша дает Леопарды, потом там, по-моему, еще ряд стран готовы были дать Леопарды, начиная от Испании, ну и Британии тем более, да. Это означает, что можно уже Абрамсов не ждать, чтобы Германия сама начала их поставить? — Для меня ключевым было заявление министра иностранных дел, что поляки, хотите, передавайте, передавайте, мы не будем возражать. Это все, с этой точки зрения, как бы, ворота открыты. Немцы дали, сказали да. Будет ли сама Германия передавать, так на вооружении не Германии, по-моему, 1500 танков Леопард, разными модификациями. — Как это, знаете, медленно моргает. Начальник разрешил, нет, но он медленно моргает, закрывает глаза. Понимаете? Этого часто достаточно. Представьте себе, что у Украины вдруг обнаруживается 100, 200, 300 Леопардов спустя какое-то время. Так ли уж принципиально важно, что кто из них непосредственно немецкий или так переданный Германии? Или хватит немецких Леопардов только из других стран пришедших? Вам шашечки или ехать? Старинный экзистенциальный выбор человечества. Мне достаточно ехать. — Поставляются танки в Украину Т-72, кажется. — Ну, была, мелькнула Т-72, да, модифицированная в Чехии, якобы поставились, количество не называют. Поэтому... Хорошо. — Ну да, из Марокко, из Марокко, вот, а Германия пока не поставляет. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!